МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Роман Выстероп в эфире Держинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлений. И сегодня в нашем выпуске. Странный бизнес. Расскажем, как 37-летний местный житель обманул своего знакомого на 37 миллионов рублей, предложив ему инвестировать в ломбардный бизнес. Недружеский жест. Пятигорский местный житель украл с карты своего друга 640 тысяч рублей. Уехали отдыхать. Как можно спокойно отправляться в отпуск и не бояться по приезду обнаружить голую квартиру бесценных вещей? Расскажем в нашем сюжете. Начнем с криминальных новостей. В Кировском округе инвестирование в ломбардный бизнес закончилось мошенничеством на сумму 37 миллионов рублей. А в Пятигорске в разгаре вечеринки потерпевший попросил обвиняемого сходить и докупить горячительных напитков. Купил ли напитки, неизвестно, но успел снять круглую сумму денег с карты своего друга. Подробнее об этом расскажем в оперативной свадке. В Кировском округе 37-летний местный житель предложил своему знакомому вложить деньги в развитие ломбардного бизнеса. Чтобы гарантировать возврат инвестированных денежных средств, он передал ему взамен ювелирные изделия в качестве залога. Потерпевший отдал обвиняемому в пользовании свою банковскую карту с пин-кодом и на протяжении нескольких месяцев перечислял туда денежные средства, которые обвиняемый обналичивал и тратил якобы на различные нужды для бизнеса. В рамках следственных действий установлено, что на самом деле мужчина расходовал деньги по своему усмотрению, а потерпевшему вместо золотых украшений передал бижутерию. Сумма ущерба составила 37 миллионов рублей. За совершение мошенничества обвиняемый ответит по закону. Двое жителей Татарстана обвиняются в совершении мошенничества, создании и участии в преступном сообществе. Уголовные дела в отношении 10 их подельников уже рассматриваются в суде. Еще одна фигурантка осуждена и приговорена к 5 годам лишения свободы. Следствием установлено, что в течение года обвиняемые под предлогом обучения торгам на биржевых платформах путем обмана похитили денежные средства 16 граждан на общую сумму более 6 миллионов рублей. Согласно распределенным ролям, злоумышленники обзванивали граждан и сообщали ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывают сертификат на бесплатное обучение по торговле на биржевом рынке. Получив согласие, они передавали данные организатору. Другие участники преступного сообщества проводили обучение граждан финансовой грамотности, а после убеждали перевести деньги якобы для начала торгов. Третьи занимались введением интернет-сайта, формированием криптокошельков и ложных счетов и сумм в личных кабинетах граждан, а также обналичиванием денег. Сейчас расследование завершено, обвиняемые ответят по закону. Житель Пятигорска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту кражи крупной суммы денег. Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков потерпевший дал своему товарищу банковскую карту и пин-код для того, чтобы тот сходил в ближайший магазин. Спустя время заявителю поступило уведомление о списании крупной суммы денег, а когда приятель вернулся, то сообщил, что снял 640 тысяч рублей и пообещал отдать деньги в ближайшее время. По истечении нескольких недель долга злоумышленник не вернул и перестал выходить на связь. В отделе внутренних дел злоумышленник пояснил, что деньги он потратил на личные нужды и не собирался возвращать долг. Ведется следствие. Чемодан собран, билеты куплены и, наконец-то, в отпуск. Правда, не покидает мысль, как оставить квартиру без присмотра. Ведь по приезду с отдыха дома тебя могут ожидать только обои и мебель, а вся бытовая техника и ценные вещи испарятся, как и воспоминания об отпуске. Как обезопасить свое жилище, расскажет Татьяна Андреенко. С каждым годом квартирные кражи растут, а бдительность граждан нет. Воришки все больше изощряются и придумывают новые способы, как проникнуть в квартиру. А иногда им это не составляет никакого труда, и все из-за невнимательности хозяев. И даже железная дверь не сделает квартиру неприступной крепостью. Так называемые «домушники» орудуют круглый год, но с мая по сентябрь особенно активно. Это пора массовых отпусков и дачного сезона. Жители покидают свои квартиры и дома на несколько дней, недель и даже месяцев. Почтовые ящики забиваются письмами и газетами, а с наступлением темноты не включается свет. На звонки в домофон и за дня в день также никто не отвечает. Все эти признаки ловко подмечают воришки. По каким еще факторам злоумышленники выбирают жилищи? С начала этого года на территории Ставропольского края зарегистрировано 126 фактов хищения и жилищ граждан. В целях предупреждения о совершении квартирных краж необходимо соблюдать следующие правила. Не забывайте закрывать входную дверь, квартира или дома на замок, даже если вы выходите ненадолго. Не оставляйте ключи от квартиры, дома, под ковриком или в других укромных местах. Обязательно запирайте окна и форточки при уходе из дома. Также хорошо укрепите дверь. По возможности приобретите усиленную металлическую дверь или установите вторую. В многоквартирном доме, согласие соседей, целесообразно, если позволяет планировка, на лестничной площадке установить дополнительную дверь, отсекающую пространство, то есть тамбур, перед входными дверями квартиры. Разберем подробнее, как же преступники выбирают квартиру. Существует несколько общих признаков, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Первое – это отсутствие системы сигнализации и видеонаблюдения. Зачастую деактивация сигнализации требует гораздо больше времени и технических знаний. Если нет возможности установить видеокамеру и сигнализацию, то можно воспользоваться муляжами. Они выглядят довольно реалистично, а рисковать своей свободой домушники вряд ли захотят. Еще один основной критерий выбора квартиры для наживы – это внешняя оценка жилья. Во время слежки за объектом преступники присматриваются к интерьеру и состоянию окон. В темное время суток, особенно если вы проживаете на нижних этажах, рекомендуется плотно задергивать шторы. Ведь неясно, кто и с какой целью может к вам заглянуть. Хлипкая дверь и ненадежные замки – еще одна главная приманка для воров, которые не упускают возможности поживиться в квартирах, не прикладывая особых усилий. Поэтому очень важно, чтобы дверь была качественной, а замки надежными. Специалисты советуют выбирать замки с комбинированным запирающим устройством. К ним почти невозможно подобрать отмычки. Обычный цилиндровый замок взломщик сможет открыть меньше, чем за минуту. Самый надежный, по мнению полицейских, замок – сувальдный, или, как его еще называют, бабочка. Конструкцию такого замка с каждым ходом совершенствуют, и домушнику все сложнее его вскрыть. А иногда даже и невозможно. А помешает его вскрыть переменная секретность ключа. Свыше пяти миллионов комбинаций. Ложные пазы в сувальдах, жесткие пружины, а также разворот скважины ключа. И так далее. Бывали случаи, когда злоумышленники знакомятся и с хозяином квартиры. Они проводят осмотр помещения под видом курьеров, работников коммунальных служб. Также еще одним поводом для осмотра места будущего преступления служит визит под предлогом покупателя вещи, которую хозяева продают через интернет-сервисы. Такие продажи лучше проводить за пределами собственной квартиры. Кстати, если в вашей квартире есть балкон, то заняться его безопасностью тоже нужно. Если вы въезжаете в новую квартиру или дом, сразу замените замки и уделите внимание защите окон, балконов, лоджий. Установите на таких окнах решетки, жалюзи, а балконы и лоджии остеклите. Надежнее всего устанавливать стальные двери, где их вес может доходить до 50 килограммов. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри. Если они отсутствуют, преступники просто могут спилить петли и вынуть дверь из коробки, не обращая внимания на замок. Запомните, главный дефицитный ресурс взломщика – это время. Чем больше препятствий будет на его пути, тем меньше шансов, что он все-таки вскроет ваше жилище. Домушник хочет проникнуть в квартиру быстро, создать минимум шума и минимально светиться на лестничной площадке. Главное оружие в противостоянии квартирным кражам – бдительность. Приходя домой, обращайте внимание на состояние дверных замков и не упускайте из вида небольшие посторонние предметы. Рекламный буклет в двери, спичка или монета на коврике могут означать, что за вашей квартирой следят. Как же можно обезопасить себя и свое имущество? Уезжая из дома на несколько дней, постарайтесь соблюдать следующие правила. Не сообщайте посторонним о планированных поездках. С целью имитации присутствия квартиры приобретите специальное устройство, которое периодически включает и выключает свет. Уезжая на длительное время, не оставляйте дома особо ценные вещи. Но если вы все же стали жертвой домушников, то незамедлительно звоните в полицию. Если вы видите, что дверь вскрыта, не заходите внутрь и ничего не трогайте. Так вы можете стереть следы преступника и уменьшить шансы найти его по горячим следам. В Есентуках пьяный водитель доказывал госавтоинспекторам, что он пешеход и за рулем в таком состоянии не ездил. Только вот видеорегистратор на патрульном автомобиле утверждает обратное. Подробнее об этом и не только расскажет наш дорожный патруль. Уденовские автоинспекторы при патрулировании села Покойного остановили электроскутер, который маневрировал по дороге. За рулем находился 49-летний житель села Просковея, который водительских прав не имеет. Автоинспекторы усмотрели у водителя признаки опьянения, предложили пройти процедуру освидетельствования на месте. Водитель отказался, но согласился проехать в медицинское учреждение. Однако там он снова отказался проходить освидетельствование. В отношении скутериста-бесправника собран административный материал. Санкции статьи предусматривают штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток. Скутер помещен на специализированную стоянку. В Есентуках наряд ДПС остановила на Марку, которая по дороге также совершала подозрительные маневры. За рулем находился 31-летний местный житель, который сначала отказывался предоставить документы и вообще выходить из автомобиля. Для выяснения личности и ввиду имеющихся признаков опьянения, полицейские доставили гражданина в дежурную часть, где сообщили об отстранении его от управления транспортным средством. Мужчина в ответ стал утверждать, что является пешеходом и за рулем машины не находился. При этом всячески провоцировал конфликт и ввел себя агрессивно. Не смущало водителя имеющуюся видеозапись регистратора, на которой зафиксировано, как автомобиль движется, и кто находится за рулем в момент остановки. Полицейские предложили гражданину пройти процедуру освидетельствования. В ответ мужчина сообщил, что имеет проблемы со здоровьем и попросил вызвать ему скорую помощь. Прибывшие медики установили только признаки опьянения. Действия водителя были расценены как отказ от освидетельствования. Теперь водителю грозит стать пешеходом от полутора до двух лет, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Материал вместе с видеозаписью направлен в мировой суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В Ставрополе нарушение очередности проезда стало причиной столкновения автомобиля и мотоцикла. 19 мая около 18 часов на улице Октябрьской водитель иномарки, совершая поворот, не предоставила преимущества и столкнулась с мотоциклом. В результате 33-летний водитель мотоцикла получил ушибы и ссадины, а от травм головы его уберег мотошлем. За рулем автомобиля находилась 24-летняя местная жительница, которая была трезвая и за последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В отношении обоих участников составлен материал за отсутствие страховки. Будьте внимательны за рулем, а если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстероп. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова